Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это обзор игры Divinity Original Sim 2. Сразу, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, хочу сказать, что это великолепная игра. Более того, по моему мнению, это игра года. В 2017-м ещё не выходила проекта, который бы меня так затягивал. Кстати, то, что на канале долгое время не было видео, есть небольшая доля вины и Divinity. Несомненно, я всем и каждому настоятельно рекомендую в эту игру поиграть. Хотя, странное дело, казалось бы, обычная изометрическая партийная ролевая игра. В последнее время происходит ренессанс этого жанра. Pillars of Eternity, Tyranny, Torment Tides of Numenera. И если уж так прям откровенно говорить, то большой разницы между этими играми в игровой механике нету. Однако, Divinity Original Sim 2 затягивает, в ней интересно находиться. Это великолепная классная игра. А в последний Torment Tides of Numenera я себя просто заставлял играть, чтобы сделать обзор. Да и Tyranny, несмотря на то, что я рекомендовал её, но с очень-очень большой натяжкой и, в принципе, с большим авансом. Если Torment Tides of Numenera я кинул практически в самом конце, потому что мне было неинтересно, то Divinity Original Sim 2 я не хочу проходить как можно дольше, потому что мне в ней интересно. Мне нравится исследовать этот мир. Мне нравится находиться в нём как можно дольше. Мне нравится удивляться новым локациям, новым квестам. Пожалуй, такое чувство у меня в последний раз было только при игре в третьего Ведьмака. Хотя, конечно, это совершенно разные игры. Хотя, видимо, ко мне тоже не хотелось проходить, чтобы эта игра продолжалась как можно дольше. Более того, я всё ещё нахожусь на первом острове. Мне предстоит, правда, последний финальный бой на нём. Я отправлюсь в Рифтвуд. Но, судя по рассказам прошедших дальше, это даже не четверть всей игры. Это намного меньше. И тем не менее, даже если бы Original Sim 2 состояла только из этой локации, я бы всё равно вам эту игру с жаром бы рекомендовал. Ну, давайте я закончу петь дифирамбы, а больше конкретики всё-таки. Итак, как вы понимаете по названию, это продолжение Divinity Original Sin под номером 1, которое выходило три года назад. Однако, сюжетно они не очень связаны. Если вы не играли ни в одну из игр мира Divinity, а их далеко не две, то всё равно со спокойной душой можете начинать партию в Original Sin 2, и постепенно, узнавая этот мир, вы будете понимать, что тут происходит. Хотя, конечно, для тех, кто играл в божественности до этого, узнавание старых героев будет более приятным. Кстати, хронологически события игры происходят после самой-самой первой игры серии Divine Divinity, которую, кстати, у нас перефразировали как «Диван под Винити», и через многие сотни лет после Divinity Original Sin 1. Именно поэтому, я думаю, в игровом мире так много книг, которые проясняют историю этого мира. Потому что даже адепты серии многое вряд ли уже помнят. Вообще, опять хочу отметить, что, в принципе, Larian Studios, это разработчики игры, не придумали ничего оригинального. Это опять надоевший многим фэнтези, это опять магия, опять какие-то спасания мира, в котором вы играете бога. Ну, собственно, я думаю, по названию игры понятно, потому что Divinity переводится как «божественность». Но талант разработчиков здесь в том, что это фэнтези как фон. Оно не раздражает, оно не напрягает. И целью на то, что все последние практически ролевые игры у нас в фэнтези, в Divinity Original Sin 2 находиться интересно. Чувство меры разработчикам не изменяет. И мир здесь действительно живет. Чего не было ни в Torment Heights of Numenera, ни в Tyranny. Я помню, что в Tyranny ты начинаешь игру в военном лагере, но такое ощущение, что это какая-то деревенька на 10 жителей. В то время как, наоборот, в Divinity вы начинаете практически в тюрьме, но ощущение, что это большой город. Там на каждом шагу какие-то персонажи, квесты, события, со всеми можно поговорить. Если возьмете способность разговаривать с животными, то и будете болтать постоянно с ними. Ну вот пример жизненной ситуации. Я еще не умел общаться с животными, у меня в рюкзаке была рыбка, и я прикормил ею кошку. И кошка стала бегать со мной дальше. Я хожу, общаюсь с людьми, кошка со мной бегает. И в один из моментов эту кошку убивает один из стражников, потому что он суеверен, и ему, собственно, не нравятся черные кошки. Это так происходит по ходе. Это никакой не диалог, это именно что жизненная ситуация в игре. И в любой другой игре я, может быть, и загрузил бы сейв, чтобы эту кошечку сохранить. Но тут как-то это настолько естественно. То есть ты продолжаешь отыгрывать роль. Да, тебе убили кошку, я потом этому охраннику отомстил, в принципе. И вот таких ситуаций, событий в игре великое множество, и поэтому ты веришь в этот мир. Кстати, проходить игру можно партией максимум в 4 человека. Правда, в прошлой части было максимум 2. Но здесь тоже разработчики выкрутились. Вы, опять же, можете теми же двумя персонажами проходить, взяв им определенный перк, который улучшает их способности. Так что тут есть возможности как и для любителей больших партий, типа меня в 4 человека, так и для любителей маленьких. Пожалуйста, разнообразие огромное. Создано 6 уникальных персонажей, у которых есть свои собственные квесты. И они действительно интересны. Не только квесты, но и сами персонажи. И прям даже жалко кого-то из них не брать в свою компанию. Если, например, в других играх вы больше ориентировались, скорее, не на самих персонажей, а на их навыки, то есть зачем мне 2 вора, возьму одного, то и здесь, в Divinity Original Sin 2, разработчики нашли, по-моему, отличную идею, когда ты берешь кого-то в партию, ты через диалоговое окно можешь выбрать ему специализацию, кем ему быть. И как будто этого мало. В следующей главе, когда вы убегаете с острова, вы еще можете воспользоваться таким специальным артефактом и перераспределить все характеристики. То есть первый остров, в некотором смысле, можно сказать, учебный, хотя он занимает несколько десятков часов нахождения на нем. И уже разобравшись в игре, вы можете действительно сделать себе тех персонажей ту партию, за которую вам будет интересно играть. Я считаю, это правильный подход, когда разработчики не наказывают игроков за какие-то ошибки, а всегда человек может их исправить. Вы можете играть за рептилоида, кстати, за которого играю я, за Красного Принца. Можете играть за нежить, гнома, эльфов. Ну, это обычный фэнтези-набор. Можете создать своих собственных персонажей, правда, тогда у вас не будет персональных квестов, что я считаю большим упущением уж. Пройдите первый раз Divinity вот с созданными разработчиками персонажами, чтобы получить удовольствие от их квестов, а потом уже можно собственных персонажей создавать. При этом в Divinity в диалогах есть множество вариантов ответов, на которые влияют способности вашего персонажа, и ваш персонаж в принципе, то есть я, играя за рептилоида Красного Принца, могу выбирать варианты ответов, которые доступны только Красному Принцу. Но это очень важно. Мне кажется, эти варианты отнюдь не будут означать, что они лучшие, потому что в моем случае Красный Принц это такой высокомерный аристократ, и с многими персонажами его ответы могут испортить отношения. Кроме того, вы можете с каждым персонажем общаться отдельно к каждым членам вашей группы. Один не смог уговорить, так сможет уговорить другой, почему нет? Кстати, некоторые игроки этим пренебрегают почему-то. Кроме того, само общение это не те тонны текста, которые были в Torment Tides of Numenera. По-моему, разработчики здесь соблюли этот очень важный баланс между текстом и содержанием. Ну и опять, возвращаясь к вашим спутникам, вашему протагонисту и вспоминая Torment Tides of Numenera, здесь персонажи, по-моему, очень интересны. Действительно хочется узнать их историю, почему они дошли до жизни такой. И это отдельное удовольствие, в отличие от бледных персонажей и Numenera, да и Tyranny тоже, честно говоря. Вы знаете, вот ощущение, что Obsidian свои последние игры делают через «не могу и не хочу». То есть, ну, нас типа считают классными создателями ролевых игр. Ну вот вам Tyranny тогда, но она такая какая-то вымученная. А Torment Tides of Numenera, которые не Obsidian делали, а InXile Entertainment под руководством Брайана Фарго, так вообще, я считаю, халтурой. Чего, конечно, о Divinity Original Sin 2 не скажешь вообще. Тут вот каждый элемент, вот, чувствуется, что люди делали с любовью. Вот и они прям наслаждались своей работой. Работает, ощущается в игре на самом деле. И визуальная часть, и музыка, и тексты. Всё дышит любовью создателей. Нет, конечно, тут есть какие-то шероховатости, минусы, об этом я чуть позже скажу, но это всё решается. Это не проблема всей игры в целом. Это, ну, какие-то локальные неудачи, которые вполне можно заштриховать патчами. И это очень важно, когда ты находишься в игре, которую любят сами создатели, это чувствуется действительно. Ну, например, те же квесты. Тут нету этой почты России, когда тебе надо что-то куда-то принести, и тогда ты заслужишь уважения какого-то персонажа. Тут практически все квесты заставляют подумать. И мне ещё очень нравится, хотя некоторые обзорчики это скорее в минус игре ставят, что тут как дебилам не объясняется, что тебе надо делать. Я вообще считаю это бичом последних ролевых проектов, когда тебя чуть ли не стрелки рисуют на карте, куда тебе идти, и как имбецилу объясняют, что тебе надо сделать. Нет никакой интриги. Я не скажу, что тут в Дивинити прям какие-то сложные квесты, но чуть-чуть подумать, и они решаются, и становится понятно, что делать. Причём их тут и не много, и не мало, вот прям то, что надо. Мой размерчик. Некоторые квесты вы не решите, кстати. У меня несколько таких есть. Я не хочу лезть, вот честно, в интернет, искать их прохождение. Я хочу пройти полностью игру, а потом, может быть, второй раз поманчкинить, получить максимум опыта. Кстати, по поводу опыта, давненько я не играл в ролевую игру, где был бы так важен уровень персонажей. Ведь это одна из самых главных фишек любой ролевой игры. Получил уровень, распределил очки, и ты чувствуешь себя уже более крутым. Здесь действительно битвы с равными по уровню соперниками сложны, а на противников с уровнем больше, чем у тебя, лучше не соваться. Ну не знаю, это по моему ощущению игры. Зато битва с тем, кто ниже тебя по уровню, уже намного легче. И это действительно ощущается, это важно. А вспомните того же Ведьмака, что ты на 20 уровне, что на 30, ощущения примерно одинаковые. Ну ладно, хорошо, Ведьмак это не совсем ролевая игра. Те же Торментайцев Нуменера и Тирани. Что, там так был важен уровень? Плюс-минус один. Может быть, плюс-минус пять? Да. В Дивините каждый уровень важен. И при этом, еще раз повторю, разработчики не наказывают вас, если вы не будете правильно развиваться. Ну, по вашему мнению, правильно. Вы всегда сможете эти характеристики поменять. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru. Ну, раз заговорили о боях, давайте и по боевой системе пройдемся. Это еще одна вишенка на торте этой игры. Хотя тут уже весь торт прямо в этих вишнях. Тут за что не возьмешься, хочется хвалить. Бои пошаговые. Вы, соперники, ходите по очереди. Очередность зависит от инициативы персонажей. А что они могут сделать? От очков действия. Перемещение по карте. Это какое-то одно очко действия. Удар может быть там и от двух, и от трех очков действия. В процессе развития вы можете получить больше очков действия. Какие-то заклинания их уменьшают и так далее. У персонажей есть два вида брони. Физическая и магическая. Как ни странно, почему-то именно это в игре вызывает наибольшие споры. Мне лично эта боевая система очень нравится. Потому что, смотрите, у всех волшебников, естественно, магическая защита выше, физическая ниже. И наоборот, у всех противников и ваших персонажей, которые нацелены на физический урон, это самая физическая защита выше, а магическая ниже. Физический урон снимает физическую защиту, магический урон магическую. Когда защита хоть одна или другая снята, то персонаж начинает уже получать непосредственно урон своим хитпоинтам, здоровью и так далее. Если вы наносите урон магическим оружием, а магическая защита еще не снята, то, соответственно, будет защита сниматься, а не очки здоровья. Ну и всякие заклинания можно накладывать только, когда защита на нуле. Вы не сможете сбить с ног персонажа, пока у него есть физическая защита. И не сможете его поджечь, когда у него есть магическая защита. Я не знаю, почему у людей это вызывает неприятие. По-моему, это настолько логично и странно, почему никто не додумался до этого раньше, что прям делу даешься. Теперь моя партия действует действительно как единое целое, и способности каждого используются в определенной последовательности. И вот сейчас комьюнити игроков Divinity придумывает всякие комбо из способностей разных персонажей. Например, персонаж Некромант кастует на одного из противников заклинание Кандалы. Это заклинание делает так, что оппонент получает столько же урона, что и сам герой. Кроме того, на себя кастует жизнь на грани. Благодаря этому здоровье Некроманта в течение двух ходов не может опуститься ниже единицы. То есть он не отключится. Кроме того, на себя кастуются еще заклинание Разрыв, которое с каждым уровнем персонажа увеличивает урон. Соответственно, чем ваш уровень выше, тем больше, кастуя на себя Разрыв, вы нанесете урона оппоненту. Ну и кроме того, можно два хода бегать через всякие Огонь, Яд и прочее, прочее, прочее. Я, например, вот подобные багом или читом не считаю, потому что игра как раз заставляет игроков придумывать разные комбинации. И в этом офигительность боевой системы Divinity Original Sin 2. Пожалуйста, Фераксис со своим Икском 2, вот вам пример, как можно делать бои интересные, а не просто пачками агрить инопланетян, которые будут на тебя выбегать. Ну, справедливости ради скажу, что и в Divinity есть несколько боев, где игрока сразу ставят в плохие условия, когда ты идешь пачкой своих персонажей и оказываешься в центре нескольких соперников, которые еще и на возвышении находятся, которые сразу начинают тебя поливать огнем. Да, это, к сожалению, тоже в Divinity есть. Но таких боев меньшинство. В большинстве же в своем случае соперники действуют логично, умно, необычно. Нет ощущения, что они там на скриптах каких-то заранее заготовленными. И бои здесь действительно сложны. А я играю на обычном уровне классика. Но ты в них все равно побеждаешь. И вот это ощущение, что было сложно, но ты преодолел эту сложность, оно намного офигительнее, чем 95% попадания и ты не попал. Почему создатели ролевой игры могут сделать интересные тактические бои, а создатели тактической игры не могут? Вопрос из бронхов для Фераксис. Да, кстати, настоятельно рекомендую во время боя, прежде чем что-то делать, поизучать соперников. Это возможно. Даже без способности, знания и легенд кое-что вам будет понятно. То есть посмотрите, какая у кого защита, на кого лучше нападать вначале. Некоторые способности будут видны. Здесь это очень-очень важно. Ну, давайте о минусах игры, раз я обещал. Конечно, они тут тоже есть. Во-первых, все-таки некоторая техническая несовершенность. У меня игра не вылетала. Кое-кто писал, что вылетает. И на более слабых компьютерах, когда используются всякие заклинания огня и прочее, визуально, кстати, отлично выглядящее магическое буйство, то у людей притормаживает. Это да. Вот что у многих есть, так это проблемы с квестами. Вот в моем случае, например, я освободил эльфа, убив его пленителя, повара одного там в крепости. И этот эльф должен был дойти до квестодателя, до своей подруги. И вот он у меня в течение игры постоянно не мог до нее дойти. Он шел, это визуально как выглядит, а потом бац и разворачивался, шел и разворачивался. Но, слава богу, он потихоньку хотя бы продвигался вперед, и вот к концу моего прохождения на этом острове он таки дошел, и квест мне засчитался. У некоторых людей их выполнение квестов вообще игрой не засчитывается, такое тоже бывает. Но лорианы постоянно вот в течение уже этих двух недель выпускают патчи, и я думаю, что игра постоянно совершенствуется. Это опять же вам не фераксис, которые раз в квартал что-то там правят. В любом случае, по-моему, уже сейчас играть очень даже реально. Тут нету каких-то непроходимых багов. Также небольшая претензия к миру игры, по которому разбросана куча всяческих бочек с водой, с нефтью, с ядом. Я понимаю, что это для битв создано, для некого баланса магии и физического урона, чтобы вы могли эти бочки разбивать, использовать их. Но выглядит это очень странно, честно говоря. Куча, куча везде бочек со всякими жидкостями. Это вот единственное, что несколько мешает верить в происходящее на экране. Ну и есть претензии к русскому переводу, конечно. Он тут плоховат. Ну, о той ситуации, что в начале игра вышла без русского перевода и какую вакханалию устроили русские игроки, я еще чуть позже поговорю. Про сам перевод. Он плоховат все-таки. Местами он даже мешает проходить квесты. Например, есть один квест, где статуя задает загадки и отгадки на них это первые буквы слова загадки. Ну, я там точно не помню, но вот если она загадывает слово раб, то ответы должны быть три слова на буквы р, а и б. Так вот, в русском переводе там слова переведены дословно, и ты не можешь понять принцип того, что там происходит. Слава богу, я так мысленно перевел слова обратно на английский и догадался о чем речь. Как вы понимаете, в некоторых местах действительно вы можете просто не понять, чего от вас хотят. Уже обзор огромный получается, я еще не сказал о офигенном взаимодействии разных стихий. Вот как в разных других ролевых играх вы там воздействовали водой на персонажа, а потом огнем, и это все прошло. Везде получил урон, только отличие в том, какое у него сопротивление воде и огню, например, да? А здесь если вы воздействовали огнем, а потом водой, то вы нивелировали урон от огня, потому что вы затушили огонь, который горел вокруг вашего оппонента. И наоборот, вы можете взаимодействовать. Сначала кинули воду, а потом замораживающее заклинание, и все там либо статуями встали, либо стали падать на льду, который вы накастовали. Но офигенно же, это вот та самая комбинация различных заклинаний, о котором я вам говорил. Игру можно проходить в компании с друзьями, причем этот кооператив реализован очень качественно, здесь это удобно делать. Кроме того, вы можете играть в компании других игроков не только через сеть, но и на одном экране, тут есть разделение экрана, представляете? Почему бы семьей не сыграть вчетвером в Дивинити? Если у вас дети подростки, папа, мама и дочка с сыном 13-14 лет. Должно быть очень офигенно проходить эту игру. Есть новые режимы, которые я не пробовал, но народ пишет, что интересно. Во-первых, режим Грандмастера, то есть вы можете проводить свои ролевые игры с помощью Дивинити. Мне интересно было бы почитать комментарии тех, кто действительно этим занимался, как оно ощущается. А также есть арена, то есть просто тактические бои на арене с другими соперниками. Я думаю, здесь это будет интереснее, чем во втором XCOM от Firaxis. Уж извините. Но опять же, я не пробовал. Тут опять же хочу прочитать ваши впечатления. На музыке и видео я даже особо не останавливаюсь, потому что вы все сами видите и все сами слышите. В течение этого обзора звучит музыка как раз из игры. На данный момент по-моему это самая лучше всех выглядящая ролевая изометрическая игра. Просто першество для глаз. Тут приятно ходить и рассматривать весь этот мир. Так что не знаю, по моему мнению это игра года. Не знаю, что сейчас может выйти еще лучше. Если вы пропустите Divinity Original Sin 2, то очень-очень зря. В ней очень интересно находиться, в ней очень интересно играть. Единственное еще предупрежу вас, она жрет очень много времени, имейте в виду. Прям пожиратель вашего свободного времени, так что выделите для нее закуток в своем рабочем расписании. Ну и сейчас пару слов о том, что устроила русскоязычная комьюнити в день выхода. Кто пропустил, рассказываю. Обещали выпустить Divinity с русским языком, сразу с русской локализацией, но за час до выхода игры сообщили, что русской локализации, как и по-моему немецкой, французской, на старте не будет, и появится она только через неделю. Что сделали русскоязычные игроки? Стали сразу ставить минусы игре, писать негативные отзывы, только из-за того, что нет локализации. Обращаю внимание, не то, что она плохая, не потому, что игра плохая, а потому, что локализации не было. Это типичнейшее совковое поведение в наших странах. Слава богу, на игру это не особо повлияло на ее оценки, потому что остальной это мир вменяемый, и игра стартовала, по-моему, было 95% положительных отзывов, на данный момент 93%. Напомните, какая из последних игр набирала настолько положительный отзыв игроков в первые две недели? Я такого вообще не припомню. Так вот, почему это типичное совковое поведение? Потому что это из разряда я заплатил деньги, и вы мне должны. Кроме того, это концентрация на мелочи, а не на том, что действительно важно. Вот смотрите, Фераксис раз за разом нам выпускает всякое говно. Где недовольной толпы игроков? Нету. Потому что люди не могут сконцентрироваться на главном, они не могут понять, что их разводят, не хотят заниматься тем, что действительно важно, и то, что может изменить отношение разработчиков к игрокам. Зато взять и унизить отличнейшую игру и отличнейших разработчиков это завсегда пожалуйста. Потому что здесь есть очень конкретная цель и очень конкретное негодование. То же самое, по-моему, кстати, касалось игр от парадоксов, когда они повысили цену. Игры-то не изменились от этого, они хуже не стали, но вот эта волна возмущения игроков на ровном месте, собственно, которая никак не влияет на игры. В итоге мы будем в будущем иметь очень средние незамысловатые проекты, в которые вам придется играть за отсутствием лучшего, но зато поднимать волну вы уже не сможете. Замечательно, well done, так сказать. И вот в нашей жизни точно так же волна против каких-нибудь геев, да, или против танцев на Илье в церкви это завсегда пожалуйста. А против реальных проблем, как то там, не знаю, цены на ЖКХ или цены на продукты или отношения власть придержащих к населению это нет, это проходит боком. Мы же в это время заняты борьбой с геями и панками, это же намного важнее, это офигенно влияет на нашу жизнь. Вот эта концентрация на частностях и пропуск мимо себя общего, важного общего, очень точно и, к сожалению, негативно характеризует наше общество. Но это я уже ушел в сторону от рецензии. В общем, Divinity Original Sin 2 я всем настоятельно категорически рекомендую. А также играйте в умные игры и зайдите на сайт consoleworld.ru всем пока. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халец и тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры подогнал «Симон»